Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Мы уже познакомились с вами с тем, что происходило на территориях, которые входили в бывшую империю Карла Великого в течение Высокого Средневековья. И в прошлый раз я пообещал своего рода вторую скрытую жемчужину этого цикла, рассказ о нормандском завоевании Юга Италии и Сицилийского королевства. У нас эта тема практически неизвестна, да и в принципе ей уделяется довольно мало внимания историками. Доходит даже до того, что не просто обычные люди, а и некоторые историки всерьез считают, что норманды приплыли на завоевание Сицилии и Скандинавии. Ну и уж тем более публика не подозревает о том, что к середине 12 века Сицилийское королевство было, пожалуй, самым блестящим государством Европы, а Палермо одним из самых больших городов мира и уж точно самым космополитичным и блестящим городом Западной Европы, а во всей Европе уступал лишь Константинополю. Но давайте сначала посмотрим с тем, что стало с Италией, что было там по состоянию на конец 10 века. Мы уже говорили о том, что Северная Италия это было королевство Лангобардов, которое в конце 8 века было покорено Карлом Великим, он же покорил и герцогство Спалетта, которое располагалось к востоку от Рима, а вот юг Италии герцогства Беневента сохранило свою самостоятельность. Но в середине 9 века это большое герцогство Беневента разделилось на по крайней мере 3 независимых образования. Это княжество Беневента, Капуя и Спалетта, прошу прощения, Салерна. Значит, княжество Беневента это северо-восток бывшего герцогства с его столицей. К западу от него располагалось княжество Капы, это примерно к югу от Рима. А еще южнее располагалось княжество Салерна, и между Капой и Салерна была территория герцогства Неаполитанского, формально находившегося под властью Византийской империи, но фактически управляемого местными герцогами. Между Неаполем и Салерной еще лежал полуостров Амальфи, там было своего рода тоже герцогство такое. И далее к востоку, и к югу, вернее, востоку от этих земель от Салерна лежал регион, называемый Апулия. Вот главный его город это Бали, там южнее Виндизи, Атранта. Это все была территория Византийской империи. И византийцы также контролировали самый юго-запад полуострова. Это регионы, которые называются Калабрия. Значит, вот Апулия и Калабрия назывались еще Катапанатом. От слова катапан или греческое слово катапанес, что значит предводитель. Вообще оно пошло от латинского капитанеус. И наше современное слово капитан от этого же слова происходит. И латинский оригинал он как раз и значил предводитель. Вот Катапан это был византийский наместник, глава вот этой провинции. А остров Сицилия к тому моменту был уже несколько веков захвачен сарацинами, то есть мусульманами. Основным источником для этих выпусков для меня является книга английского историка Джона Джулиуса Купера, второго виконта Норвича, норманны в Италии. Значит, история эта начинается вот на 1016 году, когда на горе Горгана на севере Апулии высадилась группа нормандских паломников, возвращавшихся из Иерусалима. Дело в том, что на горе Горгана располагалось тоже такое место паломничества, называемое церковь Михаила Архангела. Собственно, вот по пути обратно паломники норманны решили завернуть в эту церковь, и на горе их встретил человек по имени Мелус. Он был лангобардом, на самом деле в Апулии жило много лангобардов, вот в Калабрии там практически лангобардского влияния не было, а Апулия была большей частью населена к тому времени уже лангобардами. И византийцы управляли этим регионом достаточно либерально. Это была, пожалуй, единственная часть Византийской империи, где действовали местные лангобардские законы, кроме, допустим, случаев, касавшихся императора или катапана, местные жители судились между собой по своим обычаям. Но, тем не менее, лангобарды были недовольны тем, что они находятся под той империей. И Мелус обратился к норманам за помощью, чтобы они помогли лангобардам скинуть византийское господство. И уже в следующем, в 2017 году, первая группа норманов прибыла на юг Италии. Вместе с Мелусом они подняли восстание, атаковали византийцев. Но в то время катапаном был Василий Бо-Иоаннес, очень такая мощная фигура. Он расправился с этим восстанием. Норманы были рассеяны и с тех пор служили в качестве наемников местным лангобардским князьям на юге Италии. А Мелус бежал в Германию к королю императору Генриху II просить его помощи. Генрих его принял милостливо, дал ему титул герцога Апулии, но помощи так и не оказал, и Мелус умер в Германии. Но усиление византийцев, усиление Василия Бо-Иоаннеса привело к тому, что лангобардский князь Капуэль Пандук вошел с ним в союз и начал теснить соседей. В общем-то усилился. И одним из его соседей был Папа Римский. Собственно, Папа тоже обратился к Генриху II за помощью. И вот тогда уже Генрих решил пойти в поход на юг Италии. Это был 1022 год. Пандульфа Генрих разбил и взял в плен. А вот с византийцами получилось гораздо хуже. Василий Бо-Иоаннес разбил императора Генриха. И тот вернулся в Германию ни с чем. Впрочем, он уже менее чем через два года умер. А следующий император, точнее король Германии Конрад II из новой солической династии, не очень интересовался югом Италии. Он даже отпустил Пандульфа на волю. И тот, воспользовавшись тем, что Катапана Бо-Иоаннеса отозвали в Константинополь, вернулся к старому, вернулся к захвату земель соседей и напал на Неаполь, который формально был византийским владением. Герцог Сергий IV, для того, чтобы обороняться от Пандульфа, нанял группу норманов под предводительством Райнульфа. И чтобы их сильнее к себе привязать, он предоставил Райнульфу графство Аверса, которое входило в то время в состав неаполитанского герцогства. Но Райнульф в 1034 году предал Сергия, перешел на сторону Пандульфа, который де-факто подчинил себе Неаполь, стал самым могущественным игроком на юге Италии. А Аверса с тех пор стала первым плацдармом норманов в этих землях. В 1036 году Пандульф то ли изнасиловал, то ли попытался изнасиловать племянницу молодого князя Селерна Гвемара IV, который впоследствии проявил себя как выдающийся государственный деятель. И вот Гвемар входит в союз с королем Германии Конрадом II. Они идут на Пандульфа, и граф Аверса Райнульф переходит на сторону Гвемара. Пандульф разгромлен, бежит в Константинополь, но вместо поддержки от своих бывших союзников-византицев он попадает в тюрьму. Почему? Дело в том, что в Константинополе сменилась власть, новый император Михаил IV планирует отвоевание Сицилии у Сарацин. Ему нужна поддержка князя Селерна. Он входит в союз с Гвемаром, направляет на Сицилию войско под командованием византийского генерала Георгия Маниакеса. И на помощь ему Гвемар отправляет отряд под командованием Лангобарда Ардуйна. В этот отряд входят также и норманы. Среди них три сына нормандского барона Танкреда Деотвиля. Вильгельм, Дрого и Хемфри. Хемфри по-французски он фруа. При осаде Сиракус старший из братьев Вильгельм убил Эмира Сарацинского и получил прозвище Железная Рука. Поначалу действия византийцев были успешны, но у Георгия Маниакеса был скверный характер. Он оскорбил предводителя Лангобарда Ардуйна и тот забрал свои войска, в том числе норманов. Хуже того, Маниакес поссорился с командующим византийским флотом, который был близким родственником императора. В результате Маниакеса отозвали, а новое командование действовало не столь успешно и поход византийцев окончился неудачей. Ардуйна же взял на службу новый катапан, дал ему в подчинение стратегически важную крепость Мальфи на границе Апулии и Лангобарских княжеств. Но в 1040 году Ардуйн предал византийцев. Он вошел в сговор с норманнами для того, чтобы помочь Лангобардам скинуть владычество византийцев в Апулии. Поначалу это восстание было успешно и греки были вытеснены с большей части региона. Но восставшим не везло с лидерами. Сначала их возглавлял Атенульф, брат герцога Беневента. Вторым их лидером был Аргерус, сын того самого Мелуса, о котором говорилось выше. Оба они предали восставших. Аргерус впоследствии сам перешел к византийцам и сам стал катапаном. А норманны тогда решили избрать своего лидера, графа Норманов в Апулии. Им стал Ильгейм Железная Рука. А номинальным сузереном его стал князь Селерна Гвемар с титулом герцога Апулии. Все эти годы ряды норманов пополнялись молодыми искателями приключений. В частности, из Нормандии прибыл следующий по возрасту сын Танкреда Диотвиля, Роберт по прозвищу Гискар. Еще говорят Гвискар. Вообще, это прозвище идет от старо-французского Вискар, что значит хитрец. Однако ему, как и многим из новоприбывших, уже не досталось земель в Апулии, которые были все разобраны. И тогда норманы начали экспансию в соседний регион, в Калабрию. А также начали отхватывать землю у княжеств Капы и Беневента. Вот зимой 50-51 годов жители Беневента изгнали правившую ими герцогскую династию, которая к тому времени очень ослабела. И призвали Папу стать их повелителем. Папой тогда был Лев IX. Венгельм Железная Рука к тому времени умер. Графом Норманов в Апулии был его брат Дрога. Папа обратился к нему, чтобы тот усмирился отечественников. Дрога попытался это сделать, но не преуспел. И был убит в результате заговора. Считается, что к этому заговору причастны византийцы. И Папа вошел в союз с византийцами для чего? Для того, чтобы вытеснить Норманов из юга Италии. Они договорились объединить свои силы против Норманов, новым вождем которых стал следующий брат Отвиль Хэмфри или же Онфруа. В 1052 году произошло еще одно убийство. В Гаване Солевна был заколот князь Гвамар IV, самый сильный властитель на юге Италии. Он дружелюбно относился к Норманам. И Норманы, стоит признать, ему служили верно. И Райнульф сохранял ему верность, пока был жив. И вот Вильгельм, Дрога, Хэмфри. Но вот Гвамар был убит. И, казалось, наступило самое время для Папы и для византийцев изгнать Норманов с юга полуострова. Они объединили свои войска. Норманы тоже объединились к Хэмфри. Привел свою армию Ричард из Капы. Это племянник и преемник умершего к тому времени Райнульфа. Из Калабрии привел свой отряд Роберт Гискар. Решающее сражение произошло 17 июня 1053 года близ Чивитате. Дело в том, что Папа Лев IX ввел свою армию на соединение с Катапаном Аргерусом. Но Норманы его перехватили и разбили войска Папы. Сам Папа попал в плен, был доставлен в Бен-Ивенте, где был вынужден заключить мир с Норманами на их условиях. И сражение при Чивитате стало поворотной точкой в истории Италии. Норманы прочно закрепились на юге, стали там главенствующей силой. А союз Папы и императора Византийского дал трещину. Дело в том, что Лев IX мог упрекать войска греков в том, что они своевременно не соединились с ним и чем способствовали его поражению. Хотя сам Папа и император Константин весьма хотели продолжить союз. Но из-за череды достаточно нелепых случайностей наступило то, что называется Великой Схизмой от 1054 года. То есть раскол восточной и западной церкви. Но об этом мы поговорим отдельно. Там было много причин, но поражение при Чивитате тоже сыграло свою роль в расколе церквей. Также из-за вот этого раскола был отозван Катапан Аргерус. Папа Лев IX умер. И таким образом норманы торжествовали. Они в 1055 году подчинили себя почти всю Апулию. В 1057 году умер Хемфри. И графом норманов в Апулии был избран Роберт Гискар. В том же 1057 году в Капуе умер князь Пандульф. Это вот Пандульф младший, сын того Пандульфа, о котором речь шла в начале выпуска. И земли Капуе захватил графа Верса Ричард. В том же году из Нормандии приехал самый младший сын Танкреда Диотвиля Рогерий. Это так по латыни Рогерий, а по-русски его называют Рожер. Впрочем, Рожер не сильно ладил с Робертом Гискаром. А сам Роберт в 1058 году сочетается браком с дочерью убитого князя Селерна Гвемара Сишельгаитой. А в самом Селерна тогда правил сын Гвемара и брат Сишельгаиты, князь Гизуев. В 1058 году произошло еще одно важное событие. Папа Стефан IX, о котором уже упоминалось ранее, он принадлежал к Лотарингскому дому, хотел в Италии создать государство для своего дома, для своего брата Готфрида Бородатова, который сочетался браком с Марграфиней Беатрисой Тосканской. Папа передал Водфриду, герцогу с Палетто, но в 1058 году Стефан IX умер и планы Лотарингской династии на Италию, скажем так, расстроились. А на смену Стефану было избрано сразу два папы. И вот один из кандидатов Николай II, один из избранных таких пап Николай II, он пользовался поддержкой Гильдебранда. И вот ему требовалась помощь против соперника. Гильдебранд обратился к норманам. Норманы оказали помощь и сгнали из Рима противную партию. И, собственно, Николай II, поставленный Гильдебрандом в союзе с норманами, он в следующем, в 1059 году, подтвердил права Ричарда из Аверси на княжество Капыа. А также признал Роберта Гискара герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии. И это несмотря на то, что Сицилия тогда еще не была отвоевана у Савоксин. Норманы, в свою очередь, признали сюзеренитет папы над этими землями. А также права Папы на керцогство Беневента. Обратите внимание, это очень важный момент. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в 1245 году на Лионском соборе Папа Иннокентий IV, отлучив императора Фридриха II, лишив его короны, сказал, что нового короля Германии изберут князья. А вот корону Сицилии он отдаст по своему усмотрению. Вот именно этот договор норманов с Папой Николаем II в 1059 году, почти за 200 лет до Лионского собора, он содержал тот пункт, что Папа признается сюзереном норманов. И это было правовым основанием того, что с тех пор Папы считали Сицилию своим феодом. Далее, в 1060 или же в начале 61 года Роберт Гискар закончил покорение Калабрии. Была взята ее столица Реджио. Интересно, что греческий гарнизон после сдачи бежал на скалу Сцилла. Та самая Сцилла из греческих мифов, она вот там в Калабии, а Харибда, она через пролив на Сицилии находится. И чтобы начать завоевание Сицилии, норманы вот буквально прошли от Сциллы к Харибде. Но, впрочем, их первая попытка была неудачна. Они предприняли вторую попытку. Уже Плацдарм был не севернее Мессины, где, по легенде, расположена Харибда, а южнее города. Вот эта вторая попытка высадиться там, где их не ждали. Она увенчалась успехом. Небольшой норманский отряд под командованием Рожера Деотвиля взял Мессину. Вообще, у норманов для завоевания Сицилии было не более 2000 человек на то время. Но им помогала внезапность и им помогал героизм. Ну, а также играло роль то, что на Сицилии враждовали между собой три сарацинских эмира. Но именно героизм норманов стал, конечно, главным фактором. Вот, например, в мае 1061 года около 700 норманов под командованием Роберта Гискара под Энной разбили несколько тысяч сарацин. А зимой 1062-1063 года небольшой гарнизон под командованием Рожера был осажден в Тройне в горной крепости. Причем к превосходящим силам сарацин еще и добавились греки. Хотя греки были христианами, как и норманны. Но они были очень недовольны как бы этими своими новыми единоверцами. И, в принципе, довольно справедливо их не любили. Но норманы четыре месяца героически выдерживали осаду. А потом в ходе внезапной вылазки разгромили расслабившихся противников. Вообще, завоевание Сицилии в основном проводил Ружер Деотвиль. Ему помогал племянник Серло, а вот Роберт Гискар, как герцог Апулии и Калаврии, больше воевал на континенте. Главной целью Роберта был, конечно же, самый большой город Апулии и ее столица Бари. Он находился под властью византийцев непрерывно в течение более пяти столетий, еще со времен императора Юстиниана. И взять Бари норманы не могли, не организовав эффективной морской блокады. Те, кто думают, что норманы, выдающиеся мореплаватели, несколько ошибаются к тому времени. Уже 150 лет норманы вели оседлый образ жизни и они утратили свои морские навыки. В Италию норманы из Северной Франции пребывали сухопутным путем. Но неутомимый Роберт Гискар за три года с 1068 по 1071 организовал довольно мощный флот. И вот в начале 1071 года этот флот под командованием оружия Эра Диот Виля одержал победу над византийским флотом. И с тех пор прибытие византийских кораблей в порт Бари прекратилось. Прекратилось поступление продовольствия и припасов. И 16 апреля 1071 года Бари пал. Столица Апулия сдалась норманом. Независимо от братьев от Виллии, завоевание юга Италии проводили и графы Аверсы. Племянник и преемник умершего в 1045 году первого графа Райнульфа Ричард, о котором мы уже говорили, в 1058 году сумел взять под контроль Капую. Дело в том, что Пандульф, князь Капую, Пандульф младший, умер. Ему на смену пришел брат Ландульф. Но под шумок норманы захватили город, хотя там они этого Ландульфа еще какое-то время держали, как свою марионетку, но с тех пор Капая была уже в руках норманов. А в 1059 году Папа Николай признал власть Ричарда над княжеством Капе. А в 1063 году сын Ричарда, Жордан, взял Гаэту. Это столица соседнего с Капой Лангопардского герцогства. И в следующем году там умер герцог Атенульф II, а дальше Гаэтой правили уже норманы. Вернемся к сицилийской кампании. Переломным моментом ее стало взятие Палермо, которое в начале XI века был одним из крупнейших городов мусульманского мира, уступая лишь Каиру и Кордере. Вот Норвич пишет, что население Палермо было четверть миллиона человек, но мне кажется, это с завышенной оценкой. Но вот есть факт о том, что численность гильдии и мясников там составляла 7 тысяч человек, и можно судить о том, что население должно было быть, ну по крайней мере, под 100 тысяч, а может быть и больше. Но, учитывая то, что в то время в Париже и Кельне жило около 20 тысяч человек, в Риме, в Милане и Майнце 30 тысяч, в Киеве 45 тысяч, в Венеции от 45 до 60 тысяч, то Палермо был больше любого из этих городов. Лишь Константинополь в христианском мире превосходил его численностью населения. И вот в середине августа 1071 года Роберт Гискар и Рожер перебросили в Италию все свои силы около 7, ну может быть от 7 до 10 тысяч человек. И мы вновь видим, какими небольшими силами по сравнению с населением покоренных земель располагали норманны. К тому же на помощь сицилийским сарацинам прибыли их сородичи из Африки и прислали свой флот. Но поздней осенью 1071 года флот норманов на море разбил объединенный флот сарацинов, организовала морскую блокаду Палермо. Но Роберту Гискар нужно было спешить, потому что на юге Италии вспыхнуло восстание норманских баронов против него, и это вынудило его форсировать взятие Палермо. В январе 1072 года город сдался норманам. Но дело в том, что Роберту надо было срочно забирать большую часть армии на юг Италии, и он не мог оставить в Сицилии какой-то очаг мятежа. Поэтому было принято стратегическое решение проводить политику максимальной веротерпимости и привлекать представителей всех общин, и греческой, и мусульманской, к управлению. Вот такое либеральное и терпимое отношение, оно стало основой политики норманов в Сицилийском королевстве, и во многом обусловило тот расцвет и тот блеск этого королевства в следующем 12 веке. Роберт Гискар в 1072 году вернулся на материк и никогда больше не возвращался на Сицилию. А его племянник Серло летом того же года погиб. И таким образом Рожер Дюотвиль остался единственным таким признанным главой дома на Сицилии, и он довершил ее завоевание. В Италии Роберт Гискар успешно подавил восстание, а в 1076 году покорил также и Солерно, последнее крупное лонгобардское княжество. Он воспользовался неудачным правлением Гизульфа, которое под конец вот этого своего правления развязало в Солерно настоящий террор. А следует сказать, что Солерно с населением 50 тысяч человек на тот момент был одним из наибольших городов христианского мира, превосходил Милан, Рим, Париж. В 1078 году Роберт Гискар и Ричард Капуанский объединили свои силы против герцогства Беневента, которое, напомню, на тот момент принадлежало папе. Георгий VII был взбешен, но ничего не мог поделать. Он отлучил Ричарда и Роберта от церкви, это мало на что повлияло, но очень удачно для папы скончался князь Капу и Ричард. Это могло служить каким-то таким божьим престом. Более того, его сыну и преемнику Жордану требовалась папская инвеститура, поскольку папа был номинально сюзереном Капы. И Жордан отправился в Рим, замирился с папой. А в 1080 году и Роберт Гискар помирился тоже с Григорием, потому что папе требовалась помощь норманов против императора Генриха IV. В конце концов, норманы захватили герцогство Беневента, под властью папы остался только сам Корт. Роберт Гискар занялся новым проектом, завоеванием ни много ни мало самой Византийской империи. Положение империи в то время было печальным. Дело в том, что в 1071 году император Роман Диаген потерял сокрушительное поражение при Мансикерте от турок-сельджуков. Это вообще одна из важнейших битв в мировой истории, которая изменила судьбу Ближнего Востока. И с этого момента Византийская империя, если и не умерла, то находилась в агонии. Хотя, да, там были периоды такого просветления. Вот, например, на Пасху 1081 года императором стал Алексей Комнин, который попробовал как-то вернуть империи в ее позиции. В том же году Роберт Гискар выступил против византийцев. Он разбил армию Алексея Комнина под дурацем в октябре 1081 года, после чего почти вся Иллирия перешла под контроль норманов. И Роберт начал двигаться в сторону Константинополя. И вот он вполне мог взять тогда город и сесть на трон византийских императоров. Но в апреле 1082 года его присутствие срочно потребовалось в Риме, которому тогда угрожал император Генрих IV. И следующие два года прошли в борьбе Роберта Гискара с ним. Вот в мае 1084 года норманы взяли Рим и вернули туда папу Грикория VII, после чего подвергли город жесточайшему разграблению. Это привело к тому, что когда норманы ушли, то папа был вынужден бежать от разъяренных римлян. И остаток своих дней он провел в изгнании в Солерно, где в следующем, это в 1085 году, умер. А Роберт вернулся в Грецию, чтобы довершить начатое, потому что там Алексей Комнин теснил войска норманов под предводительством сына Роберта Боэмунда. Но сам Роберт ничего не успел кардинально изменить, потому что только вернувшись в Грецию, он 17 июля 1085 года умер. После смерти Роберта Гискара в Апуле началось противостояние между двумя его сыновьями от разных браков. Старшим Боэмундом и вторым сыном Ружером Борсой. Он брак с Сиршельгаитой. Собственность Сиршельгаита настояла на том, что герцогом был избран ее сын. Кроме того, Ружер Борса получил поддержку от дяди Ружера Сицилийского. В обмен Ружер Сицилийский получил земли в Калабрии, а также обещание не вмешиваться в сицилийские дела. Хотя Ружер Борса номинально считался герцогом и Калабрии, и Сицилии. Вот за те годы, что Роберт Гискар воевал в Италии и Греции, Ружер Сицилийский планомерно отвоевывал территорию острова. В 1087 году он сумел наконец покорить самую грозную горную крепость Энна на полпути между Палермо и Сиракузами. А последний сицилийский город под контролем Сарацин Ното пал в 1091 году. И в том же году Ружер походил в Мальту. В Апулии продолжалось противостояние Ружера Борса и Боэмунда. Оно завершилось лишь в 1096 году, и то лишь потому, что Боэмунд отправился в первый крестовый поход. А великий граф Сицилии, таков под конец жизни, был его титул. Рожер умер 22 июня 1101 года, в возрасте 70 лет. Он был последним представителем первого поколения норманов, которые пришли из Северной Франции на юг Италии и покорили ее. О том, что произойдет дальше с потомками и преемниками Роберта Гискара, Ружера Сицилийского и Вичарда Капуанского мы поговорим в следующий раз. А я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин